Культ, 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 культ. 12 часов и 5 минут в Кирове. Добрый день, вы не ослышались. Программа «Культ. Поход» начинается в это мгновение на 101.0. Это прекрасная возможность в том числе и выиграть всевозможные призы в виде билетов, книг. Если вы будете правильно отвечать на вопросы наших гостей, то эти призы вам и достанутся. 211-101, номер нашего прямого эфира. Традиционно напоминаю его в начале нашей программы. Ну а ведут передачу Светлана Дождевых и Владимир Сметанин. Здравствуйте. Сразу же у нас будем сейчас представлять наших гостей. Тему обозначать. Гостей у нас больше, чем обычно. У нас обычно не более двух гостей присутствуют. Но вот сегодня такой веселый, счастливый. Компании к нам пришли. Сейчас Светлана поделится. Люди в черном. Люди в черном. Да, наши радиослушатели не видят сейчас, да, какая команда у нас пришла с корпоративным луком. А вот команда из Кировского драматического театра. С нами сегодня директор Константин Зайнулин. Добрый день. И актер Анастасия Скобцова и Александр Ишутин. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Ну будем стараться делить микрофоны между собой. Ну а говорить мы сегодня будем о премьере, которая состоится в Кировском драматическом театре уже сегодня в 18.30. Да, если не ошибаюсь, сразу же на ЗАУ возрастное ограничение 16+. Называется постановка. Но я сейчас никакого открытия, видимо, не сделаю. Дядя Ваня она называется. Классика, что называется, да. Антон Павлович Чехов. Произведение, которое создано еще в конце 19 века. Действительно, действительно. 28, 29 и 30, ближайшие выходные, в пятницу, субботу и воскресенье, на основной сцене Кировского образного драматического театра состоятся премьерные показы нашей новой постановки. Дядя Ваня. Подноименные пьеси Антона Павловича Чехова. Наверное, это одно из самых известных, выдающихся произведений мирового театрального репертуара. Это новая работа режиссера Игоря Рысова, который с мая этого года занимает ответственный пост художественного руководителя нашего коллектива. Это известный российский режиссер, театральный деятель. И, конечно же, да, это событие, наверное, ценителям театрального искусства пропустить нельзя, исходя из нескольких соображений. Конечно же, это первая работа на вятской земле Игоря Рысова. Конечно же, на сцену выйдут замечательные артисты, ведущие артисты нашего театра. И, более того, вы сможете увидеть, конечно же, новых артистов, которые пополнили трупы нашего театра с этого театрального сезона. Ну, в частности, сегодня у нас здесь в студии Александр Ишутин, который исполняет в спектакле роль Ивана Войницкого, того самого дяди Вани, в честь которого названы и пьесы, и имя, которое вынесено на афишу. И Анастасия Скобцова, которая исполняет роль работника. В нашей интерпретации это горничная Даша. Поэтому давайте, наверное, сегодня поговорим об этом спектакле. Давайте. Вопрос хочу задать скучный, абсолютно неинтересный и вполне себе ожидаемый. На сцене дядя Ваня уже более 120 лет. Вот я подсмотрел в энциклопедии популярной. В 1897 году была первая постановка. Почему же в конце 2022 года мы, вы, снова возвращаетесь к этой теме? В чем актуальность? В чем нерв, так скажем, кто будет отвечать? Поближе к микрофону, Александр, пожалуйста. Привет всем, Ваня. Это я тот самый. Александр Ишутин, да. Да, я тот самый дядя Ваня. В миру я известен как Александр Ишутин. Понимаете? Скучный вопрос. Скучный, но сложный. Нет, не скучный вопрос. Была ли внесена какая-то современная интерпретация, чтобы пьеса стала более сложной? Современной, да? Ну, что касается сюжета, я думаю, многие наши слушатели, они знакомы. Конечно, конечно. Сюжет известен. Ну, странно было бы, да, чтобы кто-то еще не знал. Дело в том, что, мне кажется, гениальность людей такого полета, как Чехов, именно как раз в том, что современники ли ставили эту пьесу его, или мы сегодня ставим, гениальность и универсальность в том, что она всегда актуальна. И актуальна она... Нельзя, понимаете, определить так вот. Вы знаете, мы ставим о дружбе и любви. Нет. Вот, в частности, наш спектакль, который, я надеюсь, случится, он уже случился, ну, на нашем уровне актерском, и в театре его уже кто-то видел. У нас произошла такая история, что вот Игорь Лысов, мой мастер, мой педагог, мой режиссер, который пригласил меня в Киров, он потрясающе вскрывает эти пьесы, разбирает. И, конечно, вот эти пласты, которые мы обнаружили в пьесе, я никогда не мог подумать, что там есть, там есть эта глубина. Ну, то есть вроде как не обращали внимания к тому, да? Конечно, мы все знаем ее содержание, все казалось бы. Я вот беседовал с одной девушкой, журналисткой, она говорит, вы знаете, беседа началась с того, что она говорит, вы знаете, я не читала. Я говорю, ну, хорошо, давайте с этим. А, ну, до свидания. Да, так и произошло, мы встретились на следующий день, она говорит, я почитала, скучно. Я говорю, вот, поэтому вам надо обязательно прийти, прийти, чтобы понять, что нам надо дотянуться все-таки до этих ребят, такого полета, как Чехов и вся вот эта когорта. Поэтому сложно определить, сказать, знаете, что, а вот в нашем спектакле будет затронута вот такая, давайте скажем, там, патриотическая часть, там, еще какая-нибудь любовная часть. Нет. Я думаю, что каждый найдет в каком-то герое, в какой-то линии, ну, в каких-то выражениях. Поэтому я считаю, что это универсальный материал. Ваш Иван Войницкий, Александр, он отличается, ну, наверняка у вас была возможность и специально посмотреть на работу других актеров. Я сразу все проведу. Дядя Ваня, это еще и популярная работа для киноэкранизации, да, у нас работа Кончаловского, мы помним, да, 1970-го, по-моему, года, когда... Спектакль. С Мактуновский, по-моему, да, и играл. Ну, и как, вот. И как. Вы знаете, в нашем спектакле, конечно, дядя Ваня будет похож немножко на Ишутина, актера. Дело в том, что я знакомлюсь с ним, а он знакомится со мной, и я его наделяю своими чертами. В пьесе, в буковках мы видим нечто, то, что каждый читатель присвоит этому персонажу. Не описан он, нет его, его нет, он буквы. А когда актер начинает заниматься этим, он наделяет его своими чертами. А в процессе репетиции и в процессе уже рождения спектакля, дай бог, чтобы эти два, эти две личности встретились, актер и тот самый дядя Ваня. Большой труд, большая работа, да. И вот я надеюсь, что мы с ним уже видим друг друга. А дядя Ваня в этой пьесе остается центральным персонажем? Или, ну, я знаю, что есть постановки, в которых выдвигаются истории совершенно других персонажей этой пьесы на первый план. То есть это бывает и Софья, и Остров, врач. Вот здесь, я вас перебью, извините, вот здесь, мне кажется, есть небольшая интрига. Я ее не буду обнаруживать. На премьере можно будет. На премьере увидите. Все, это отлично. Это одно, как бы, один из тех вот козырей, которые мы вскрыли в период разбора. А может, я все-таки скажу? Нет. Нет, я скажу, я скажу. Давайте директора спросим. Нет, потому что, да, и мы сегодня будем... Раз позволит директор, тогда скажем. Нет, знаете, в чем дело? Оно может быть, как сказать, не прозвучит со сцены. Мы не заявим так, а вот так на самом деле, смотрите, нет. Нет, дело в том, что... Вот я вам тоже задам вопрос. Почему называется «Дядя Ваня»? Ну, вот почему называется пьеса «Дядя Ваня»? Сложно ответить сходу. Ну, казалось бы, да, главный персонаж Иван Войницкий. Почему тогда не называется Иван Петрович Войницкий? А почему не Ванька-Встанька, например? Ну, Ванька-Встанька, это уже репертуар другого театра, знаете. А не целого областного. Шучу безусловно. Нет. Кто мог его называть «Дядя»? Ну, Соня. Соня, конечно. Только один человек в этой пьесе мог его назвать «Дядя». «Дядя». И таким образом мы видим это все глазами Сони. Ага, все. Я думаю, что на этом стоит такую интригу сохранить, потому что и я тоже сегодня иду на эту премьеру. Очень хотелось бы узнать, как это все будет реализовано. Константин написал у себя в социальных сетях, что шли к спектаклю трудно и долго. Почему трудно и долго? С какими сложностями и стал? Ну, премьера спектакля всегда связана, конечно же, с работой большого коллектива людей. Да, над работой над конкретной постановкой дяди Вани, да, работала без всякого привлечения команда больших профессионалов. Это и режиссер-постановщик Игорь Рисов, это и художник-постановщик Андрей Климов, известный театральный московский, да вообще российский театральный художник, который создал сценографию, который создал эскизы сценических костюмов, да, которые очень близки к исторической эпохе. Это художник по свету, один из лучших художников по свету в стране, Евгений Виноградов, да, тоже, да, столичный специалист. Ну и, конечно же, все те декорации, все те костюмы, которые зритель сегодня увидит на сцене, все они созданы в мастерских театрах. Это большой коллектив удивительных мастеров, да, бутафоров, реквизиторов, специалистов, которые создают декорации, пилят их в буквальном смысле, да, варят там и так дальше. Ну, около сотни людей работало. Ну и, конечно же, от задумки до реализации, да, впервые название «Дядя Ваня», да, в наших творческих пранах прозвучало, ну, где-то, наверное, в апреле или в мае. И вот только спустя, спустя только полгода, да, конечно же, мы с большим удовольствием сегодня откроем занавес в зале, что, конечно же, греет душу, да, полная посадка, практически аншрак, еще осталось какое-то небольшое количество билетов, да, на воскресный показ, есть несколько мест в портере, да, но большая часть осталась только, к сожалению, на балконе. Но, тем не менее, успевайте, да, билеты, да, небольшая часть билетов еще есть в свободной продаже, но мы счастливы, что эти три дня, да, ценители театрального искусства снова с нами. Мы всегда рады видеть наших любимых, дорогих зрителей в нашем театральном доме. К тому же зрители увидят новых актеров на сцене, да, давайте скажем о том, что в постановке принимают участие актеры, которые поступили в нашу труппу совсем недавно и даже приехали из других городов, поэтому очень хочется узнать, какие у вас впечатления, и, да, вот Анастасия... Александр, помогите, пожалуйста, с микрофоном. Прекрасная Анастасия, да. Какие впечатления от нашего театра, от труппы и, конечно, от города. И это первая ваша работа, да, в этом спектакле, да? Да, 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 во-первых, я очень волнуюсь. Мы здесь просто разговариваем. Ну, да, конечно, но все равно волнения не отнять. Я приехала сама с Воронежа сюда, я приехала первый раз в июне, когда я отправляла заявки по театрам. Ну, все, я уже покраснила, я это чувствую. Вы выпускница Воронежского? Да, выпускница Воронежского института искусств 2021 года. Год была в Воронеже, приехала в июне сюда. Приехала в июне сюда, познакомилась с Игорем Владимировичем, познакомилась с Константином Александровичем, познакомилась, собственно, с театром. Так, чуть-чуть, примерно. Вот. И уже с августа на сборе труппы познакомилась с другими артистами. Мне очень-очень понравилась труппа, мне очень понравился театр. И как меня встретили, очень добродушно. В Воронеже есть театр драмы? У нас в Воронеже много театров. И драматический. Простите, что не знакома просто именно с театральной жизнью в Воронеже. Нет, у нас хороший театр, камерный у нас очень хороший. Но, если там будет вопрос, почему я не в Воронеже осталась, я не хотела в Воронеже. Я хотела вылететь из этого города. Вот. На самом деле, мне напоминают некоторые места Кирова мой Воронеж. То есть, например, театральная площадь у нас почти такая же идентичная площадь Ленина. Наш Кировский драматический театр похож на наш Воронежский театр оперы и балета. Фонтан, вот этот вот маленький парк, который тоже на театральной площади, он тоже у нас есть. И, то есть, в целом, некоторыми моментами я понимаю, что тут есть что-то такое от Воронежа. И не так как-то... Так мне греет душа на самом деле. Не так... Но холоднее. Холоднее, да. Не так душа оплачивает. Не так душа оплачивает. Не так душа оплачивает. Я хотела сказать, что все-таки Воронеж южнее, да? Далековато, да. Да, да. Роль ваша, ну, она по большому счету эпизодическая, да, Витя, получается? Ну, как сказать? Она идет через спектакль. Это тоже интрига. Или тоже интрига уже, да. Да, да, вы посмотрите. Вообще ансамблевый спектакль. Там нет такого, что дядя Ваня и все остальные. Нет, поэтому и Даша тоже. Она идет через весь спектакль. Ансамблевый спектакль. Вы приходите, вы посмотрите на меня. Сегодня у нас в студии, конечно же, молодые артисты, которые только-только пополнили нашу труппу. Но в спектакле заняты, да, любимцы нашей кировской публики. Давайте пройдемся, да, по актерам занятым. Роль профессора Серебрякова исполняет народный артист России Вадимир Смирнов. Его супруга Елена Андреевна, да, замечательная, блистательная артистка нашего театра Елена Некрасова. Роль Сони Софьи Александровны исполняет замечательная, мородая, любимая публика, артистка Василиса Рандау. Роль матери первой жены Войницкой Марии Федоровны исполняет заслуженная артистка России Светрана Заратарева. Роль врача Астрова Юрия Мазуренко, который буквально месяц назад был в этой радиостанции, да, в студии, рассказывал о работе над премьерой спектакля «Дядя Ваня». Роль объединевшего помещика Телегина исполняет заслуженный артист России Никита Третьяков, наш мэтр, да, один из старейших и опытнейших артистов нашего коллектива. Ну а роль старой няни Марины исполняет заслуженная артистка России Маргарита Конышева. Таким образом, все лучшие, самые сильные творческие силы нашего коллектива сегодня, завтра и послезавтра выйдут на основную сцену Кировского драмтеатра, чтобы подарить свое искусство в нашем новом спектакле «Дядя Ваня» по одноименной пьесе Антона Павловича Чехова. Вот мы вас поздравляем с этим, но знаем, что готовите еще одну премьеру, да, в середине ноября. Будем ли сейчас ее представлять? Это премьера иммерсивного спектакля. Я знаю, что это уже сделало такую какую-то шумиху в нашем городе, и буквально как только появилось объявление, все билеты были распроданы. Вот. Можем ли мы еще несколько слов сказать и об этом? Конечно, можем поговорить и о наступающих событиях. Действительно, 16-17 ноября, я думаю, это будет предметом отдельного нашего разговора, состоится премьера иммерсивного спектакля «Дубровский» по одноименному роману Александра Сергеевича Пушкина. Это работа одной из артисток нашего театра, замечательной Анны Васильевой, которая выиграла всероссийский грант в области молодой режиссуры. Мы получили от Российского фонда культуры соответствующие цельвые средства. И основной изюминкой, особенностью этого спектакля, жанр заявляется как иммерсивный спектакль. В чем же будет иммерсивность? Да, действие, игровое действие спектакля будет разворачиваться не так, как это обычно принято на сцене, да, а зрители находятся в удобных зрительских креслах. Да, действие спектакля будет разворачиваться непосредственно в интерьерах здания нашего театра. Да, если совсем упрощать, зайдя в здание театра, далее зритель может самостоятельно выбрать, пойти налево и попасть в то или иное игровое пространство. А может пойти направо, да, но... Но зрители хотя бы будут предупреждать, что он там... Ну, конечно, конечно, везде его будут ждать артисты, везде будет разворачиваться некое сценическое действие, это, конечно же, сюрприз, да, но обойдя таким образом 12 зон, сюжет спектакля срожится в единую картинку, да, поэтому это очень необычный и очень интересный для нас жанр. 16-18 ноября состоится премьера этого спектакля. Действительно, все билеты уже сейчас проданы, поэтому мы думаем о том, чтобы поставить несколько дополнительных показов. Как это говорится, в подобных случаях следите за афишей, мы этим озадачены. Но, конечно же, если изучать афишу нашего театра на ближайший период, еще масса самых интересных событий. 3-4 ноября на основной сцене нашего театра пройдут гастроли замечательного коллектива Донецкого Республиканского Академического Молодежного Театра, Донецкий РАМТ, это проект, да, реализуется в нашем регионе, во-первых, по сути, празднование Дненародного Единства, во-вторых, реализуется он при поддержке Министерства культуры России и Росконцерта, да, это такой всероссийский гастрольный тур именитого коллектива с Донбасса, который, да, сейчас гастролирует во многих городах страны, и мы рады, что и в Киров, да, попал в эту гастрольную карту. К Новому году мы готовим большую, обширную новогоднюю программу, как для взрослых, так и для детей, если говорить о детском предложении, конечно же, это будет наш следующий спектакль, красочный, яркий, динамичный, детский. В этом году мы поведаем историю Мэри Поппинс, да, о той самой знаменитой няни, которая умеет творить волшебство. Ну, а вечером для взрослых будет ждать театрализованный концерт при участии всей труппы театра. В этом году он будет называться «Снежность», «С маленькой нежность» с большими буквами. Поэтому практически каждый день в период с 20 декабря по 8 января по несколько представлений день мы будем давать. И уже афиша опубликована. Готовьтесь, изучайте, ведь Новый год не за горами. Прекрасно. А может быть, мы вот обратимся к актерам и спросим, каким, ну вот, к этим изменениям. Как вы относитесь, как, наверное, все-таки традиционные, классические актеры, как относитесь к таким спектаклям, как иммерсивные, и вот разрушение этой границы между актером, сценой? И вообще к новшествам, да, в театре? Да, к новшествам в театре. К новым веяниям, тенденциям? Александр. Александр, Анастасия. Александр, Анастасия. Ваше личное отношение поближе к микрофону. Смотрите, актеру все интересно, что новое и азартное. Все. Иммерсивные театры, иммерсивные спектакли – это не изобретение сегодняшнего дня. они идут по стране, в мире. И актеру, конечно, это интересно. Это интересно и зрителю. Ну, я бы так сказал, что актеру больше интересно не то место, например, где ты играешь. Место. А интересен процесс репетиционный. Интересен... Интересна сама игра. Сама жизнь. Сама игра. Все-таки я... И в каких-то новых обстоятельствах, да? Ну, конечно. Который задаст режиссер, который задаст драматург. Поэтому актер – такое существо, которое приспосабливается к этим. И его можно купить как раз вот этим новизной, вот этим каким-то открытием драматургии, обстоятельств пьесы. Поэтому актеры – открытые люди. Я так думаю. В общем, что скажут, то и будут делать. Как-то бы мои слова передягивались. А, кстати, Анастасия, сейчас вообще в театральных учебных заведениях новое поколение актеров обучают, не знаю, заставляют привыкать к каким-то новым, не знаю, формам в театре, в театральном искусстве. Ну, конкретно меня в институте не обучали. Или вас вот так все, в классическом так. Есть школа, понимаете? Есть школа, есть основа. База, да. На которой, база, да, на которой все можно жидеться. Не зная букваря, ты по-английски, там, русский читать не начнешь. Поэтому институт дает вот эту основу, которую ты уже можешь вверх качать. Если будешь стремиться, ты можешь, да, развивать. А дальше уже как тебе повезет с режиссером, с художником, с труппой, с администрацией. Поэтому много слагается. Александр за Анастасию, видимо, ответил. Да, Анастасия кивает, говорит, что да, да, согласна. На самом деле, да, я как раз это и хотела сказать, то, что в вузах, в институтах обучают именно базе, основе игры на сцене. И мне кажется, если у тебя нет этого, если не умеешь играть на сцене, то иммерсивные спектакли, это вообще, ну, когда зритель находится с тобой рядом и в близком достаточно таком расстоянии, это, ну, лично для меня, мне кажется, это какой-то такой вызов, потому что ты привык, что вот они, ну, все равно далековато от тебя сидят, то есть вот у тебя работа на площадке здесь, а там просто за этим все наблюдают. А здесь в иммерсивном меняется все, и как минимум это необычно, мне кажется, для актера. И попробовать, я думаю, нужно каждому поработать в таких спектаклях. Вот. Обучение как раз строится именно на... Ну, может быть, если есть однокурсники, которые захотят поставить что-то иммерсивное, конечно, можно попробовать. Но конкретно педагоги пока, может быть, но у нас не давали. Хочется мне очень спросить, не знаю, как отнесетесь к этому вопросу. Вот. Вы молодая, распускающая крылья, да, актриса, вот, и директор-то театру тут как раз еще присутствует. Вот вы сейчас можете смело заявить о том, а какую бы вам роль хотелось сыграть на сцене кировской драмы? У нас минута на ответ. Минута на ответ. А у меня есть такая роль, но я хочу ее... Вот, пожалуйста, директору, можете. А я хочу ее оставить в секрете. Главное, что художественный руководитель знает о моем желании. А там как пойдет? Это должна быть интрига. Это будет интрига. Но это классическое произведение. Конечно, да. Очень-очень-очень хорошее, очень сложное. Анна Каренина? Не-не-не-не-не, другое. Но если будет, вы сразу все поймете. Александр, 30 секунд коротко ответить вам на аналогичный вопрос. Я с дядю Ваню сегодня играю. О чем мне мечтать? Никаких мыслей, да. Больше не может быть ни о чем, ни о каких других работах. Я играю такой репертуар, слава богу. Никаких образов. Я избалованный человек в этом плане. Давайте сейчас сделаем небольшую рекламную паузу. Напоминаю, что сразу после нее наши гости будут задавать вопросы вам, наши слушатели. 211-101, наш номер телефона. Готовьтесь звонить. Все будет хорошо. Время розыгрыша наступает в программе Культ Поход на 101.0. Традиционно, перед тем, как начать задавать вам вопросы, мы должны вас предупредить о тех призах, которые у нас имеются в распоряжении. Светлана, пожалуйста. Да, прежде всего, это пригласительный от наших гостей. Сегодня на премьеру спектакля «Дядя Ваня» 30 октября в 17.00, ограничение 16+. Также у нас есть пригласительные билеты в кинотеатр «Смена и дружба», в галерею «Прогресса» на выставку молодого искусства «Новые кисти», ограничение 6+. Также у нас разыгрываются книги от магазина «Читай город». Это «Егор Летов», «Сияние», «Прямая речь», «Интервью», «Монологии письма» 18+, «Марьяна Романова», «Болото» 18+, «Карстен Себастьян Хен», «Служба доставки книг» 16+, и «Лиса Кей Адамс», «Тайный клуб романтиков» 18+. Эти и другие книги вы можете найти в магазинах «Читай город» по адресам «Преображенское 65», «Ленина 103А», «Луганское 53», а также по адресу «Волково 6А». Я напомню, что в гостях у нас сегодня директор Кировского драмтеатра Константин Зайнулин и актеры Анастасия Скопцова и Александр Ишутин. Кто будет задавать первый вопрос? Анастасии, да, дадим это право? Первый вопрос я задам, да. Анастасия, пожалуйста. Внимание, 211-101, наш телефон. Так, первый вопрос. Как называлась пьеса «Дядя Ваня» в первоначальном варианте? И тут есть три варианта ответа. А может, без вариантов? Нет. Нет, дадим все-таки. Варианты, конечно. Итак, водяной, домовой или леший? Водяной, домовой или леший. Уважаемые слушатели, 211-101, тот, кто первым дозвонится в нашу студию и правильно ответит на этот вопрос, получит самую большую возможность выбирать из наших призов, которые озвучила недавно Светлана. 211-101, ждем вас. Хотя вот любопытно, да, вот почитать, если ту же энциклопедию, почему именно это было первоначальное название, да, которое потом трансформировалось в дядю Ваню. Итак, водяной, леший, либо домовой. У нас по традиции дается две попытки, да. Есть звонок? Да. Алло, добрый день, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Татьяна, но повторите вопрос. Давайте Анастасии дадим еще эту возможность повторить вопрос. Пожалуйста. Как называлась пьеса «Дядя Ваня» в первоначальном варианте? Варианты? Водяной, домовой или леший? Третий. Третий, то есть? Леший. Леший. Но мы не будем вас долго томить, это действительно правильный ответ. Мы вас поздравляем, ура, браво. И мы так понимаем, Татьяна, что вы наверняка на дядю Ваню-то и хотите сходить. Я не выхожу из дома, но у меня люди помогают перевязывать. Простите, да, что заделал за такое... Давайте переключим вас на нашего редактора, с ней вы уже сможете выбрать тот конкретный приз, который хотите получить. 211-101, еще номер нашего телефона. А вот, кстати, есть какое-то объяснение-то этому? Нет? Вы, как работники театра, может, знаете какие-то секреты? Почему из лешего трансформировался в дядю Ваню-то? Задавались когда-то этим вопросом? Ну, это была отдельная пьеса. Отдельная пьеса, которая впоследствии... Сначала была опубликована, затем Чехов приступил к работе на пьесе «Чайка», а потом из каких-то своих творческих соображений вернулся и переписал несколько сцен. Те же персонажи. Изменил сюжет, да, и пьеса «Дядя Ваня» была опубликована уже в той редакции, которую знаем мы сейчас, окончательно завершена Чеховым в 1896 году, опубликована год спустя в 1997 году, и отсюда у меня вытекает следующий наш второй вопрос. А в каком театре была впервые осуществлена постановка этой пьесы? Да, в каком театре впервые шел спектакль по пьесе «Дядя Ваня»? Будем давать варианты ответа? Может быть, город назовем. Я думаю, что... Чувствовать не будем, но это весьма известный театральный коллектив. Да, этот коллектив существует по сей день. Вот такая вот подсказка. Ну, в каком городе давайте уже... Все понятно и так будет. Да, да. Итак, для кого, для какого же театра писал Чехов? Что ж тут непонятного? Сейчас, я думаю, за несколько секунд будет правильный ответ. Слишком много подсказков. Ну, вот что нет, между прочим, звонка пока правильно ответа нет. Ну, сейчас будем ждать 211 и 101. И, кстати, первая постановка-то «Дядя Ваня» состоялась тоже в конце XIX века, получается, да? Конечно, конечно. Да, в конце XIX века. Алло, добрый день, мы вас приветствуем. Как вас зовут? Добрый день, меня зовут Ольга. Ольга, отвечайте на этот вопрос. Так, Малый драматический театр. Ну, близко город, вы угадали правильно. Идите по Арбату. По Арбату мы идем. И куда с вами придем? Мы вам подсказку даем. От Малого передвигайтесь по Арбату. И выходите на театр. Ковернский театр. Нет. Нет, ну... Что? Даем еще возможность? Даем еще возможность. Третий шанс. Да, да. Ну, может быть, мы тогда дадим варианты ответа. Давайте варианты. Ну, собрать. Ну, какой театр сейчас, по сути, сразу ассоциируется? Его имя носит. Кстати, один из театров, театр Вахтангова, театр МХТ Чехова, ну, который сейчас, ну, сейчас он называется «Почему-то», да? 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 Остановимся на этом? Да? Да. Так какой же? Чехова. О, браво! Итак, это правильный ответ. Первая постановка пьесы... Мы сегодня очень добрые, Владимир. Да, совместными усилиями, я не знаю. Первая постановка пьесы «Дяди Ваня» была действительно осуществлена в Московском художественном театре. Это была постановка двух гениев российского театра, Вадима Ивановича Немировича Данченко и Константина Сергеевича Станисравского. Станисравский, к слову говоря, исполнил в этом спектакле роль доктора Астрова. Поэтому вы правильно угадали, да, вы достойны, безусловно, приза. Нам известно, Светлана, что у нас первая слушательница выбрала? Да, нам сообщили, что пригласительные на дяде Ване уже ушли. А, ушли. Ну вот вам, пожалуйста, либо книга, либо в галерею современного искусства, галерею прогресса имею в виду, либо в кино. Куда хотите пойти? К редактору. К редактору, хорошо, к редактору. Я не знаю, как дальше поступить, на самом деле у нас две минуты остается. Я думаю, что вряд ли мы с условием того, что будет сейчас наша слушательница беседовать с нашим редактором, успеем задать еще один вопрос. Видимо, уже не успеем. Давайте тогда приглашать еще раз, еще раз напоминать. Так, дорогие радиослушатели, с большим удовольствием приглашаем вас на премьеру нашего спектакля 28, 29, 30 октября. В ближайшие выходные в пятницу, субботу и воскресенье на основной сцене нашего театра премьера спектакля «Дядя Ваня». 16+. Мы вас всех будем очень-очень ждать. Надеюсь, вам все понравится, вы оцените это все по достоинству. Александр, вы уж извините, что не досталось вам вопроса. Нет, как раз спасибо, что есть минутка сказать несколько слов. Друзья, мы действительно ждем вас в театре именно в эти дни, в последующие, конечно, но именно в эти дни мы вас ждем на чудесном процессе рождения нового спектакля. Это всегда очень волнительно и для актеров. Некоторые специально ходят на первый спектакль, чтобы посмотреть, как актеры волнуются, между прочим. Как они облажаются. Можно я с вами буду беседовать? Так вот, друзья, приходите, и я вам гарантирую, что наш спектакль смягчает сердца. Мы вас ждем обязательно, ваш дядя Ваня. Это Александр Ишутин, исполнитель роли того самого дяди Ваня. Спасибо большое, удачи. Десять секунд, есть возможность ответить на вопрос, который вам задавали мы перед эфиром. Примета есть какая? Перед премьером, Анастасия. У меня есть примета, если ты найдешь гвоздь на сцене, это значит, все должно быть хорошо. Мы сейчас со Светланой гвозди пойдем рассыпать. Но я не буду говорить, находила я гвозди или нет, посмотрим. Я не говорю, мы сейчас пойдем гвозди рассыпать. Я иду на премьеру, я кину гвоздиком на сцену. Спасибо большое, всем удачи. Спасибо вам, что пришли сегодня. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok